Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза выступил с ежегодным посланием Народному собранию. Обсудили результаты за прошлый год и обозначили цели на текущий. Формирование городской среды. В Карачаевске ведутся работы по благоустройству новой комфортной аллеи. Учли все пожелания горожан. Спасатели и сотрудники МЧС Республики провели профилактическое мероприятие для школьников на базе Центральной спасательной станции в Черкесске. Региональный этап Спартакиады Русгидра в Черкесске. За два дня на стадионе Нарк 8 команд показали свои физические способности и навыки в шести дисциплинах. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия в студии Дарья Тендит. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимреза выступил с ежегодным посланием Народному собранию Республики. Он сообщил об основных результатах деятельности за 2023 год и задачах органов власти всех уровней на текущий год и ближайшую перспективу. Подробнее Артур Мхце. Ежегодное послание главы региона Народному собранию – своего рода лакмусовая бумага, происходящих в Карачаево-Черкесии изменений, что уже сделано и что необходимо выполнить в ближайшее время для развития различных сфер деятельности и улучшения жизни населения. Во Дворце культуры, где должен был выступить Рашид Тимрезов, собрались представители законодательной и исполнительной власти в республике и муниципальных образованиях, руководители силовых ведомств и общественники. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что президент России Владимир Путин обозначил конкретные цели и задачи во многих сферах. Если еще пару лет назад развитие республики было сосредоточено на обеспечении стабильности, то теперь речь идет о разработке долгосрочных стратегических решений в экономике и социальной сфере. За минувшие пять лет нам действительно удалось добиться ощутимых, позитивных изменений в улучшении качества жизни наших граждан. Но главное это не цифра, не масштаб преобразования, а социальное самочувствие наших граждан, которое включает в себя чувство гордости за свою страну, за свою родную республику. Одна из главных на сегодня тем касается специальной военной операции и оказания всесторонней поддержки как ее участникам, так и членам их семей. Глава Карачаева-Черкесии рассказал о работе, которая ведется в данном направлении. В частности, о принятых на законодательном уровне мерах и о роли, которую играет в регионе филиал Фонда защитников Отечества. В первые дни специальной военной операции мы ведем развернутую систему социального сопровождения участников спецопераций и членов их семей, что является важнейшим направлением деятельности правительства и единого республиканского штата. К концу 2023 года по итогам встреч всеми его военнослужащих сформированы и были приняты дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Большое внимание Рашид Темрезов уделил социально-экономическому развитию региона, строительству объектов различного назначения, совершенствованию туристической отрасли, обеспечению населения работой, а также энергоресурсами, газом, водой, электроэнергии. Затронул глава республики и такое направление, как развитие транспортной инфраструктуры. В прошлом году в Карачаево-Черкесии отремонтировали 71 участок дорог регионального, муниципального и местного значения, общей протяженностью более 90 километров, а также 5 мостов. Закупили около двух десятков современных автобусов. Большинство из них уже отправились по востребованным маршрутам Черкеска. Одной из мер поддержки дорожного хозяйства республики явилось использование специального казачейского кредита, который позволил досрочно приступить к ремонту автомобильных дырок в Кислово-Карачаевске, Семеновске. Я ведущий туристко-репортационную зону протяженностью в 26 километров. Здесь я опять, возвращаясь к стройкомплексу, хочу обратить пристальное внимание, брат Олегович, на качество исполнения дорожных работ, строительных работ. Глава Карачаева-Черкесии рассказала о том, что сделано в регионе для увеличения продолжительности жизни населения и обеспечения людей мерами социальной поддержки. Так, реализуемые в рамках проекта «Демография» мероприятия уже позволили значительно сократить общую смертность, при этом сохранив ранее достигнутые показатели рождаемости. В республике сегодня действует более 30 мер социальной поддержки льготных категорий. Увеличены размеры выплат при рождении детей, а также компенсации от стоимости обучения для ребят из многодетных семей. Самое главное, что это всё нам помогло сохранить уровень рождаемости нашей республики и самое главное, обеспечить естественный прирост населения. А сегодня, в Герачево-Черкесии, естественный прирост населения. Образование, здравоохранение, спорт, культура. В своём докладе Рашид Темрезов детально остановился и на каждом из этих направлений. Так, по поручению президента России, уже в ближайшие месяцы будет начата реконструкция здания Республиканского драматического театра. Масштабные работы ожидаются в Черкесске и в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 200-летия региональной столицы. Не была забыта и молодёжная политика. Тем более, что нынешние молодые люди готовы и хотят активно участвовать в жизни Карачаева-Черкесии и развитии всех сфер деятельности в регионе. Пользуются повышенной популярностью такие важные и масштабные проекты, как Высокогорный форум «Махар», «Молодёжь России», «Регион для молодых». В ближайшее время появится в Республике и молодёжный парламент. В завершение послания глава Карачаева-Черкесии поблагодарил представителей Народного собрания и правительства за совместную работу и поддержку тех инициатив, которые в конечном итоге помогли и помогают Республике планомерно развиваться, совершенствовать все сферы деятельности и создавать комфорт для населения. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что любовь к родной земле и забота о людях позволят и дальше успешно преодолевать возникающие трудности и вызовы времени, обеспечивать достойную жизнь всем гражданам. Артур Макцелебастанов, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании координационного совещания по вопросам противодействия коррупции и обеспечения правопорядка на Северном Кавказе, которое провёл полпредпрезидента России в СКФО Юрий Чайко. Обсудили меры по повышению уровня антирористической защищённости объектов транспортного комплекса, а также совершенствования совместной деятельности в сфере информационного противодействия терроризму и экстремизму, что особенно важно в период проведения СВО. Юрий Чайко отметил, что безусловным приоритетом должно стать практическая отработка мер обеспечения антирористической и противодиверсионной защиты. По итогам заседания полномоченным представителям президента в округе даны конкретные поручения. В рамках федерального проекта «Формирование городской среды» в Карачаевске ведутся работы по благоустройству новой аллеи. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Гулять по красивой аллее, наблюдать за прохожими с ароматным кофе в руках – это не только про красоту, но и про комфорт. Особенно в жаркую летнюю погоду, когда солнце в самом зените, для прогулок по аллее люди выбирают комфортные условия и здесь учли все пожелания горожан. В ближайшее время проблема с мусорными урнами, освещением и тротуарной плиткой будет решена. Делится процессом работы начальник отдела строительства. На территории Карачаевского городского округа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», так же, как по всей стране, проводится отбор территорий. Они выставляются на федеральную платформу «За город среда.ру» и происходит голосование. Те территории, за которые больше отдают голосов граждане, участвуют в благоустройстве в следующем году. В том году мы выставили две территории, и у нас победила аллея по улице Ленина. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение экологического и эстетического состояния, будет проходить в два этапа. По словам специалистов, уже к началу учебного сезона завершится благоустройство новой территории. И к этому времени учащиеся с еще большим трепетом будут ждать школьные перемены, так как аллея расположена возле учебного заведения. Ведь повторять домашние задания можно будет не только в стенах школьных коридоров, но и на благоустроенной территории. Мы с вами находимся на данной аллее. Мы ее будем благоустроить в два этапа. Первый этап – 320 метров аллеи, то есть мощение. Будет установлено 19 лавочек, 19 урн. Освещение. Будут высажены новые деревья и кустарники, и цветы. Майя Хамдохова, Али Бастана, Вести, Карачаево-Черкесия. Непогода продолжает испытывать Карачаево-Черкесию. Ливень с грозой, градом и сильным ветром накануне обрушился на Малокарачаевский район. За считанные минуты мелкие градины накрыли землю, а улицы превратились в небольшие реки. Как отмечают в администрации муниципального образования, на данный момент проводится обследование зданий и территорий. Известно, что в результате удара молнии погиб житель Малокарачаевского района, который пас своих овец. Безопасность детства – так называется всероссийская акция, в рамках которой спасатели и сотрудники МЧС Республики проводят профилактические мероприятия. В Черкесске на базе Центральной спасательной станции школьникам рассказали о правилах поведения на водных объектах. Подробности Оли Баташева. Демонстрация спасательного и водолазного снаряжения увлекает с первых минут. Рассказ о том, как правильно вести себя на водных объектах, проходит в форме дружеской беседы. Спасатель Сергей Жирняк напоминает три основных правила безопасности. Быть в головном уборе, купаться только под наблюдением взрослых и в строго отведенных для этого местах, лучше на пляже. Купание в речке опасно. Она имеет свойство менять русло, плюс на ней течение. Может быть и коряги, битые бутылки, все что угодно. То есть нужно купаться только в строго отведенных для этого местах. Сейчас пора отпусков лета, пора отпусков родителей и пора школьных каникул у детей. Хотел бы обратиться, чтобы родители не оставляли своих детей самостоятельно вблизи воды, вблизи водоемов, озер, потому что это чревато опасностями. Купальный сезон в республике открылся 1 июня и продлится до 15 сентября. Марк Ткачёв любит купаться на пляже парка «Зелёный остров». Вода спасает от жары и делает отдых приятным. Главное – не забывать о правилах безопасности. Не заплывать, забыти, далеко от родителей не уходить, не баловаться. При возникновении чрезвычайной ситуации детям не следует проявлять героизм и пытаться спасти утопающего самостоятельного. Лучше сразу привлечь внимание взрослых и обратиться в службу спасения. Спасатели показали, как водолаз с командой извлекают из воды макет пострадавшего. Герой был удостоен громких аплодисментов. Мне понравилось, как флавль водолаз, и там этот баллончик, я его ещё никогда не видела. Эти лодки мне тоже понравились сильно. Они цветные, они вроде надувные были. В завершении встречи сотрудники МЧС вручили детям памятки о правилах безопасного поведения на водных объектах и пожелали приятного и безопасного летнего отдыха. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии проходит оперативно-профилактическое мероприятие МАК-2024. Цель – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков и пресечение каналов поступления наркотических средств растительного происхождения на территорию региона. Во всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе и о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах, или 02 с мобильного 102. В Черкесске состоялся региональный этап спартакиады «Русгидро» в группе «Юг». Это третий отборочный этап корпоративных спортивных состязаний. Участвуют в нем 8 команд. Каждый из них хочет стать на пьедестал почета. О настрой участников, о значимости соревнований, болельщиках и атмосфере спартакиады расскажет Альбина Ламкова. «А как зовут нашего самого маленького болельщика?» «Владислав». «Владислав. За кого вы болеете?» «Раскат Кубанских ГЭС. Усов Николай Александрович, наш папа. Надеюсь, что тоже будет маленьким спортсменом в будущем. Такой же, как наш папа, да? Да, скажи, будем такими же спортсменами, как папа. Да. Возможно и то, что в будущем малыш выберет профессию журналиста. Судя по тому, какое неподдельное любопытство он проявил к микрофону. Хотя можно и совместить два направления, став спортивным комментатором. Но пока самый маленький болельщик вдохновляет не только своего отца, но и всю команду. Несмотря на жару, борьба развернулась не на шутку. Для каждого участника спартакиады в группе «Юг» это всегда грандиозное событие. Здесь абсолютно особенная атмосфера. Невероятный накал страстей, буря эмоций и зачастую неожиданные результаты. Стадион «Нарт» стал настоящим праздником для всех участников соревнования. Мы желаем всем вам успеха, побед, но победит пускай дружба. Мы просим вас, будьте как дома, пожалуйста, все. Каждому из вас я хотел бы пожелать добиться главной цели. А главная цель – это победа. Быть лучшим, сильным и в спорте, и в жизни, конечно, важно. Участники спартакиады в группе «Юг» за два дня показали свои физические способности и навыки в шести дисциплинах. Минифутбол, шахматы, баскетбол, бадминтон, русский жим и многоборье, которые объединяют в себе плавание, легкую атлетику и кроссфит. В первый день были определены победители в русском жиме и в бадминтоне. Шахматисты отыграли первый круг турнира, а многоборцы опробовали первую из пяти дисциплин – плавание на 50 метров. Карина Савченко приехала из Волгоградской области. Участвует в спартакиаде в третий раз. Есть успехи в волейболе. В прошлом году выиграла региональный этап по легкой атлетике и получила золото. Спортом занимаюсь с детством. Это всегда эмоции, это всегда адреналин. Я очень люблю соревноваться, поэтому обязательно участвую. И по возможности от Волгоградской области всегда приезжаю. Здесь я впервые. Мне очень нравится, очень гостеприимный народ. Очень вкусно. Кухня очень нравится. В корпоративных спортивных состязаниях соревнуются 136 человек. Каждый участник получит опыт. Но путевка в финал будет только у одной команды. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибуков, Вести, Корчаево, Черкесия. Сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Этот праздник был учрежден в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и детским фондом ООН. Его основная задача – дальнейшая популяризация и без того, пожалуй, одного из популярных спортивных игр в мире, а также пропаганда здорового образа жизни, отмечают организаторы. В Корчаево-Черкесии детский футбол развивается. Команды Корча, Адыг, Победа и Юниор нередко занимают призовые места на различных соревнованиях. Учащиеся 11 класса средней школы номер один имени Байрамукова в Карачаевске Лейла и Ислам Кубановы представляют нашу республику на престижных форумах. Лейла – единственная из нашей республики, прошла отбор на смену «Сириус» в Сочи. Это стало возможно благодаря конкурсу «Большие вызовы и отличной учебе». А ее брат Ислам Кубанов в числе трех победителей поедет в Москву для участия во всероссийской телевизионной игре «Умники и умницы». С отличниками учебы и победителями многих Олимпиад встретилась наш корреспондент Белла Джозаева. А наш выпуск завершен, и я с вами прощаюсь. Здравствуйте, ребята. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам в гости. Я знаю, что вы оба большие умницы. Лейла, наверное, начнем с тебя и вообще обо всем по порядку. Лейла, я знаю, что тебя отобрали на смену в центр «Сириус», и мне бы хотелось узнать, как ты проходила этот отбор и как ты участвовала в конкурсе «Большие вызовы». Что предшествовало тому, чтобы ты стала участником этого сезона? Да, я прошла единственная из республики. Прежде всего, мне надо было выбрать направление на сайте «Сириуса». Там предоставлено множество направлений. Каждый из будущих участников этого конкурса может найти себя в любом из них. Надо было выбрать направление, составить проект и зарегистрировать заявку на сайте «Сириуса». Дальше участники проходили на региональный этап «Больших вызовов». Там они защищали свои проекты перед экспертами. В дальнейшем они после того, как прошли этот этап, проходили тестирование. По итогу уже двух этих этапов «Ирбалы» суммировались, являлись победители призёры, и уже они отправлялись на следующий этап «Сириус Сочи». Ислам, что касается тебя, тебя отобрали, выбрали во всероссийский проект телевизионный, который называется «Умники и умницы», всем известный. И тоже хотелось бы узнать, что предшествовало тому, чтобы ты прошёл этот отбор. Ну, всё началось ещё в прошлом году, где-то осенью, когда заводчик моей школы мне рассказала об этом. Сначала я не хотел там участвовать, но, так сказать, добровольно-принудительном порядке она меня заставила там участвовать. Я поехал на отборочный тур. Мне там всё очень понравилось, атмосфера, там очень много моих сверстников, которые тоже прям жаждали знаний. Там отборочный тур состоял из двух заданий. Это был тест на общую юридицию и конкурс красноречия. Я успешно прошёл отбор и попал в четвертьфинал «Агонистом». В четвертьфинале, к сожалению, «Агон» я не выиграл, но по орденам я прошёл в полуфинал. В полуфинале я уже выиграл «Агон». В финале «Агон» я не выиграл, но я стал победителем за счёт своего количества орденов. Ребята, я бы хотела узнать, кто вам привил любовь к учёбе? Ведь сейчас дети совершенно не хотят учиться, они считают, что есть всё в интернете, им это неинтересно. Хотя мы понимаем, что базовые знания люди получают в школе. Расскажите, кто вам привил любовь к учёбе? Мне кажется, это прежде всего потому, что наша мама всегда говорила нам, что знание – это самое нужное, что может получить человек, самое важное. Оно никогда не обесценится. Знания всегда дают человеку свободу, гарантии и позволяют ему знать, что у него есть своё место в жизни. И если у него будет достаточно большой багаж знаний, он никогда не останется где-то на, скажем, обочине своей судьбы. Думаю, именно поэтому мы очень сильно и очень серьёзно относимся к обучению. Мы думаем, что также на это повлияло то, что в нашей школе все преподаватели всегда не только очень строгие и требовательные. Они также очень хорошо знают свой предмет, и в любой ситуации они всегда могут тебя замотивировать и настроить на тот вклад, который тебе помогает работать. Например, каждый преподаватель всегда был заинтересован в той деятельности, в которой мы участвовали помимо общего школьного процесса. Каждый из них был заинтересован, каждый из них поддерживал, и это очень сильно подкупает и мотивирует тебя дальше участвовать в подобных конкурсах. Действительно, у нас учителя живут нашими успехами, они очень рады, когда мы что-то выигрываем. Но если копнуть глубже, мне кажется, это привела мне бабушка, любовь к учёбе. Она, так сказать, старые закалки не признает каких-либо технологий, вот эти новые идеи, то, что знания не нужны, всё есть в интернете, зачем она это вообще не признаёт. Честно говоря, немного я поучал даже в детстве, когда я пытался как-то увильнуть от учёбы. Но сейчас я понял, что она была действительно права, это очень полезно. И сейчас, как учёные выделяют, переход от индустриального общества к постиндустриальному, то есть знания выходят на передний план, а физическая подготовка, она как бы немного уступает им место. То есть как бы сейчас знания, как сейчас знания не ценились никогда на этом свете вообще. А как можно человека привлечь к учёбе? Как? Вот ты говоришь, бабушка не признаёт, она меня научила, а дети же не хотят всё равно. Как их мотивировать, на твой взгляд? Ну, с детьми надо прежде всего общаться. Дети любят играть, как бы посадить за стол и положить учебник и сказать «учи», из этого ничего хорошего не выйдет. Надо прежде всего заинтересовать. Вот моя бабушка, она преподавала на психологическом факультете, насколько я помню. Очень хорошо разбирается в психологии людей и в психологии детей в том числе. И то есть как бы если детей заинтересовать, привить им любовь к учёбе, то это будет тянуться на всю их оставшуюся жизнь. А если просто так, так сказать, учить, а не способствовать этому, как бы не давать толчок, то ничего опутного из этого не выйдет никак. Насколько я знаю, вы прошли курсы программирования, проектной деятельности. Насколько это вам помогает в жизни? Прошлым летом был реализован грантовый проект «Киберпик». В рамках этого проекта нас учат готовить проекты к подобным конкурсам, а также готовят на различные направления касательно программирования. Некоторые дети помладше учатся сам АЗАМ, а дети постарше могут уже участвовать напрямую в реализации проекта. Ислам, а чему вот лично ты научился на этих курсах по программированию и проектной деятельности, да? Да. Расскажи. Очень многому я там научился. Прежде всего я погрузился в современный мир, это мир инноваций и технологий. Также я научился правильно распределять свое время, то есть это не только там, как бы взаимодействие с компьютером, это также помогает правильно распределять время, то есть тайм-менеджмент, как сейчас мутно говорить. Это все очень сильно помогло в будущем, так как я смог правильно распределять время. В частности, программа, которая проводилась в образовательном центре «Спутник», она проводилась две недели, это был интенсив. Очень мне помогло. Я освоил АЗАМ языкопрограммирования Python, разработал собственную игру, попробовал себя в направлении проектов, но потом я понял, что это как бы не совсем мое и меня больше привлекают гуманитарные науки и пошел уже на умник-умнице, там у меня все прекрасно получается и я теперь двигаюсь в этом направлении. Ну, если говорить о ваших любимых направлениях, конечно, я не могу не спросить у вас, какие у вас любимые предметы, как вы учитесь в школе? Ну, я отличник, закончил девятый класс на аттестат, сейчас иду на красный аттестат, сейчас иду на золотую медаль. Касательно любимого направления я точно не могу сказать, потому что я утром просыпаюсь с твердым намерением стать лучшим врачом в этом мире. За обедом я уже хочу стать лучшим программистом, а засыпаю и думаю, что быть чабаном и пасти барашек – это тоже очень хорошее дело. Поэтому точно не могу сказать, я люблю все предметы, все мне очень нравится, конечно, любимый предмет – это физкультура у меня. Я уже выбрала для себя направление техническое, мне очень нравятся такие предметы, как математика, информатика. К сожалению, я не очень хорошо разбираюсь и люблю физику, но зато я считаю, что очень важно разбираться в биологии, потому что большинство новейших технологий сейчас связаны именно со стыком наук биологии и информатики. Мне бы хотелось у вас, у обоих узнать, какую цель вы видите свою как личности, какую цель преследуете, каким видите свое будущее. Самая главная цель – это привнести в этот мир, мир, привнести в этот мир что-то новое, что-то полезное и оставить после себя след, чтобы меня вспоминали и говорили, что я не просто так живу, что-то испортил или что-то еще, а то, что я действительно внес в лепту развитие этого мира. Мне кажется, самой главной целью, которую я для себя выделяю, это является все-таки стать сформировавшейся, возможно, в некотором городе выдающейся и состоявшейся личностью, которая может точно знать, в какой сфере и где ограничивает свою способность, и на что она может повлиять, и тем самым стать очень крепким, возможно, не фундаментальным, все-таки надежным предпечем общества, которое выстраивается в нашей стране. Лейла, Ислам, я благодарю вас за участие в нашей программе, и, конечно, я желаю вам огромных успехов в жизни и вашей будущей профессии. Спасибо.